Всем привет! На прошлой неделе, как вы все знаете, состоялись суды по продлению меры пресечения для наших журналистов. Всем спасибо за поддержку! Напомню, их 12 дней незаконно держали ВВС без душа, без матрасов, без идеал. А после доклада Национального комитета по предупреждению пыток их все-таки перевели в СИЗО. Но обо всем по порядку. Ну и знайте, что это большая непростительная ошибка. Потому что журналисты по всему миру восприняли эти аресты как личную обиду. Помните, я сделал это заявление после арестов? Так вот, накануне судов прошла акция по всему миру. Журналисты из разных стран говорят о том, что журналистика это не преступление и требует освободить 11 журналистов в Кыргызстане. Это победитель Пуллицеровской премии. Самой престижной премии в сфере журналистики. И он не единственный победитель премии, поддержавшей флешмоб. А это европейские страны. Германия, Испания, Италия, Сербия, Польша, Чехия, Словения, Латвия, Литва. Журналисты из Кыргызстана. Пожалуйста, журналисты и остальные страны стоят с вами. Мы мы с журналистами исследовательских стран. Из Чехии. Из Эстонии. Из Англии. Латвия. Литвия. Словакия. Волонт. Журналисты не преступления. Инвестивительный журналист в опрессивном режиме takes courage. Please, join us, calling for release of our colleagues who told the truth, and share this video. OCRP сделала большой репортаж про ситуацию с нашими журналистами и в целом в стране. Десятки популярных изданий по всему миру опубликовали этот материал. К примеру, французское издание Le Monde, самое читаемое во Франции. Как показывают различные сторонние счетчики, в день аудитория составляет около 4 миллионов читателей. В месяц более 100 миллионов. Журнал Editor & Publisher был открыт в 1872 году. Его читают более 5000 владельцев и редакторов СМИ США. Среди перепубликовавших известные издания Германии, Испании, Италии и практически всех стран Восточной Европы. То есть, другими словами, о том, что наших журналистов незаконно арестовали и держат в заложниках в застенках СИЗО, теперь знает весь мир. Какцы поддержки присоединились такие крупные организации, как Amnesty International и Transparency International. На основе их анализа и рейтингов принимаются решения по всему миру. К примеру, по рейтингу восприятия коррупции Transparency International Кыргызстан в 2023 году занял 141 место из 180 стран. Резкое падение в рейтинге началось с приходом к власти Садыра Джапара. Руководство Кыргызстана должно безотлагательно подтвердить приверженность демократическим принципам, обеспечить независимость судебной системы и эффективно применять антикоррупционные законодательства, пишут они в своем докладе. Но независимой судебной системы как не было, так и нет. В этом мы убедились уже во вторник. Но еще до начала судебных заседаний стало известно, что Сапара Акунбекова отпустили под домашний арест и держали это в секрете. Постановление суда вышло еще 7 марта. Мы знаем только то, что они вынуждены были это сделать, потому как ему стало плохо и сейчас он находится в больнице. О том, что у него проблемы со здоровьем, писал еще 6 марта Равшан Джеймбеков. Он видел его в санчасти сезон номер один. Равшан Джеймбеков пишет. 4 марта меня вызвали в санчасть, один из кабинетов был открыт. Там лежал журналист-расследователь Сапар. Он подскочил и поздоровался. Сказал, что заболел. Вайке, это я, Сапар, сказал он. Я посмеялся. Как тебя можно не знать? Знаю. Акулоу Розбекова, наша оператора-монтажера, отпустили под домашний арест. Почему оператора-монтажера привлекли за призывы, когда он никогда не выходил в эфир, следователи и не объясняют. Но зато пытаются засекретить все подпиской о неразглашении. Немного аппетита. Но еще одного оператора-монтажера, к тому же уже давно не работающего у нас, Махсата Тадзюбекулу, оставили в СИЗО-1. Этому тоже нет объяснений. Отпустили под подписку они везде Юмабека Турдалиева. Как его можно было вообще к делу прикрепить, я уверен, сами следователи не понимают. Он уже два года не работает у нас. И эти два года работает в швере туризма. И все. То есть выпустили из СИЗО только тех, кого держать было бы абсурдом или же держать уже по болезни невозможно. Остальных дальше оставили в СИЗО. Произошло еще одно событие. Следователей поменяли. Прежние просто не справились. За два месяца ничего не сделано. О чем говорят и Махават, и Айке. До этого нас и так держали два месяца без провождения каких-либо следственных работ. То есть нас держали просто так, без каких-либо причин. В итоге из-за следователей восемь журналистов продолжают сидеть в СИЗО один. Но до суда произошло еще одно событие. Редакторы независимых СМИ попросились на встречу с Адыром Джапаровым. Что было обещано на той встрече неизвестно. Но несколько участников встречи сразу же после судов написали, что обещали нечто большее. Восемь из одиннадцатих журналистов остались под стражей, хотя обещали пересмотреть дела. Болит сердце за коллег. Посмотрите, как похудел актилек. Все журналисты были готовы быть гарантом, что они не убегут, не скроются во время следствия. Простите нас, мы не помогли. Катя Урмканова пишет, из одиннадцати журналистов только троим изменили меру пресечения. Как же так? Обещали же пересмотреть их дела. Мне это напомнило ситуацию с переговорами с террористами. Ты пытаешься вытащить как можно больше заложников. Так и здесь. Ты знаешь, что террористы могут и не выполнить свои обещания. Впрочем, адекватные люди эти аресты так и воспринимают. Наших сотрудников взяли в заложники, для того, чтобы прекратились расследования. Но они получили обратный эффект. Теперь нашими расследованиями коррупции во власти Кыргызстана занимаемся уже не мы. Как я уже говорил, в нашем лице Садыр Дзяпаров и его команда арестовали не наших сотрудников, а всю расследовательскую журналистику мира. Журналистика это не преступление. И мы будем заниматься журналистикой, что бы ни случилось. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok